Привет, друзья! Тема бушкрафта становится все более и более популярна. И мне чертовски приятно, что канал Мужская Берлога сделал существенный вклад в развитие и популяризацию этой темы. И только самый ленивый и не следящий за трендами ножевой производитель не выпустит свой нож для леса. Вот и компания Кизляр Суприм не могла обойти эту тему стороной и стали выпускать именно лесные ножи. Не с уклоном на охоту, а именно для леса, туризма и бушкрафта. Сегодня в руки мне попал нож Yeti, который создавался в содружестве с экспертами по бушкрафту из команды Лесные и предназначен для тех, кто точно знает, что требуется от ножа в диких условиях. По крайней мере, именно так написано на сайте производителя. Звучит весьма пафосно. Давайте проверим, не промахнулись ли эксперты по бушкрафту в создании этой модели ножа. И сразу справедливости ради отмечу, что с лесными создавалось пару моделей ножей и в том числе есть нож Форестер, где скандинавские спуски. Но, тем не менее, сегодня мы будем говорить именно вот об этом ноже. Итак, что из себя представляет нож Yeti? Это фуллтанг длиной 238 мм. Из них 119 мм отдан на клинку с прямыми спусками от обуха из немецкой стали PGK, закалка которой достигает 62 единицы по роквеллу. Толщина клинка 3,2 мм, а финишное покрытие Stonewash. Нож одет в кожаные ножны со свободным подвесом и креплением под огниво. В описании я оставлю ссылку на этот нож. Единственное, знаете, я оставлю ссылку не на сам сайт производителя Kizliar Supreme, а на их официальный интернет-магазин Kizliar Extreme. Ну, чтобы вы могли посмотреть все подробные ДТХ, цены, и если вам этот нож понравится, чтобы там же могли его и заказать. Ну, а мы с вами давайте подробнее поговорим про этот нож, и, конечно же, его потестируем. А начнем давайте с ножен. Я не устаю повторять, что ножны – это лицо ножа. И именно по ножнам можно увидеть, насколько производитель щепетильно относится к своим продуктам и с каким уважением он относится к своим клиентам. И очень, очень часто можно встретить даже весьма хороший и дорогой нож, одетый в совершенно говенные ножны. Поэтому именно ножнам лично я уделяю особое внимание. Если говорить про ЕТИ, то спасибо, что не стали одевать его в ВБС-пластик или в какой-нибудь Кайдекс, потому что этот пластик уже просто вот здесь сидит. Спасибо, что не стали одевать его в достаточно простые стандартные кожаные ножны. Ну и уж тем более спасибо, что не одели его в какой-нибудь совершенно дешманский и беспонтовый нейлон. Супримцы здесь заморочились и сделали вот такие весьма симпатичные кожаные ножны. Скажу сразу, безусловно, это не шедевр кожаных изделий. Это недорогая кожа, тут есть косички, вот тут краска, например, не совсем аккуратно сделана. Сливное отверстие я бы сделал чуть больше. Но в любом случае ножны весьма приличные. И не забывайте, если мы говорим о ножнах более высокого качества из категории премиум, то там и ценник уже совершенно другой. Для этого ножа ножны более чем достойные. Они на свободном подвесе, который легко накинется и на весьма широкий ремень в том числе. Они очень неплохо прошиты, что тоже большой плюс. И есть крепление под огниво. Но вот только в комплекте с ножом огнива этого нету. Возможно, оно кому-то не нужно. Но тем не менее, я считаю, что это все-таки упущение. Ну, могли бы кинуть хотя бы какое-нибудь дешевое китайское огниво в комплект. Или предложить заказчику выбрать вариант с огнивом или без него. А еще нож в ножнах висит вот так вот. Под вот таким углом, то есть его перевешивает. Честно говоря, я так и не понял, хорошо это или плохо. Но это особенность, про которую я не мог не упомянуть. Итак, ребят, первый тест, который хочу провести, это порубить деревяшку. Мы решили сегодня не валить дерево, которое, ну, пускай и сухое, но тем не менее стоит в лесу. Просто вот порубим вот такую деревяшку. Зачем я это делаю, я уже рассказывал в видео, где подробно обсуждали те тесты, которые мы проводим и для чего. Основная задача здесь проверить, как рукоять удерживается в руке. Насколько сейчас будет идти нагрузка на руку. Насколько рукоять будет из руки выскальзывать. Вот такие моменты. Ну и плюс, если все-таки нож создавался так или иначе с идеей какого-то бушкрафта. То, по идее, такой нож, он должен быть с относительно тяжелым клинком. И он должен неплохо делать рубящие такие моменты. Я понимаю, что здесь, скорее всего, этого не будет. Но, тем не менее, давайте попробуем, посмотрим. А, блядь. Однако. Так, короче, сразу же смотрите, какой интересный момент. Сука, больно. Вот смотрите, ребята сделали вот здесь, вот они сняли фаску на этом на вершине рукояти. Какого же хрена вы здесь то же самое не сделали? Когда рубишь, нож вот сюда уходит. И вот этими острыми углами по руке так больно бьет. Ну, прям реально больно. Я, честно говоря, не припомню, с каким ножом еще были вот такие же болевые ощущения. Я не думал, что будет так рука вот. Ну, честно, не думал. Блин, интересно. Если держать его, ну, смотрите, то есть обычно как, ты когда рубишь, нож берется примерно вот так вот. То есть где-то вот здесь вот двумя пальцами, вот как-то вот так. И тогда вот он очень больно, прямо очень. Если взять его вот так вот полной рукой, тогда получше. Но, тем не менее, он вот сюда вот немножко уходит. И вот здесь уже больно становится. Меньше, но тоже больно. Вот прям действительно это болевые ощущения, это очень некомфортно. Короче, косяк. Вот здесь надо было фасочку тоже снимать. Было бы намного лучше. Знаете, это по типу, как делают на финских ножах. Вот это на вершине, оно такое, зализанное. И, соответственно, тебе удобно брать нож в руку. Вот так удобно брать, вот так вот удобно брать для каких-то работ. Вот здесь вот, вот я его здесь сжимаю, он мне сразу же резать начинает. А когда я бью, прям здорово больно. Вообще, рукоять сделана без особой какой-то эргономики. То есть она, ну, плашки достаточно простые. Это, кстати, G10. Вот, достаточно такой вот толстый G10. Плашки весьма простые, здесь нет каких-то супер выборок, в общем. То есть она не особо эргономична. Да, вот здесь есть небольшое навершение по центру и по краям. Ну, вот здесь я уже сказал, прям очень неконфортно, нужно снимать фаску было. Вот сделать вот как здесь, мне кажется, было бы намного лучше. Что еще? Ну, по поводу того, как нож впивается. Да хрен знает, нормально. То есть здесь я не скажу, что прям как-то там плохо или хорошо, нормально. Что еще по рукояти сразу же? То, что я вижу, то, что бросается в глаза. Когда вот просто вот так вот берешь молоточным хватом и сжимаешь рукоять, то вот эти вот штуки тоже начинают неконфортно давить. Здесь также не снята фаска, вот в этих выборках. И также давит на палец и давит вот здесь вот на ладони, вот в этом месте. Здесь не давит, потому что у меня, ну, рука, то есть видите, у меня здесь давления нет. Если я возьму выше, вот здесь, то вот под этот палец начинают так же давить. И вот с этой стороны так же начинают давить. В общем, нужно было здесь тоже снимать фаску, было бы лучше. Также на темлячном. Еще что бросается в глаза, то, что рукоять собрана вот на таких достаточно здоровых торксах. И они утоплены вовнутрь. Здесь будет набиваться грязь. Сто процентов. Если это лесной нож, ладно, окей, давайте мы не будем рассматривать его нож для бушкрафта, просто нож для туризма. А туристы это что? Это люди, которые, некоторые, я не говорю про всех, то есть есть такая категория туристов, как так называемые матрасники. И некоторые из них, это по большому счету люди, которые далеки от природы как таковой. Они туда выбираются, там, попьянствовать, мясо пожарить, там, я не знаю, порыбачить, ну, вот что-то такое. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто, ну, все отдыхают по-разному. И такие люди зачастую не сильно заморачиваются, что нож должен быть там всегда на поясе, там, всегда протертый. Вот вся вот эта история. То есть его могут бросать, он может там где-то валяться непонятно где. Он может, они в земле могут им ковыряться. Опять же, ребят, я не говорю, что это вот вообще там мудаки такие люди. Нет, ну, просто вот они, у них другие какие-то интересы, они не заморачиваются по этому поводу. Вот. И сюда будет грязь набиваться сто процентов, абсолютно. Я считаю, что нужно было ставить пины и ставить, делать их заподлицо. Ставить торксы, ну, а смысл? Разбирать рукоять, чтобы ее чистить. Ребята, она, вот, отдаю должное суприносам. Здесь подогнано все очень четко, никаких щелей, ничего нету. Все очень здорово подогнано. Грязь туда, она не должна выпадать в принципе. Она туда не попадет. К тому же, это не деревяшка, которая может играть. Этот же десятый, с ним ни хрена не случится. Поэтому поставили бы пины, сделали бы заподлицо. И все, и никаких выборок убирать не надо. Все, была бы аккуратненькая, ровненькая рукоятка. И с пинами, кстати, смотрелось бы гораздо, ну, на мой взгляд, гораздо интереснее. Что еще по рукояти? Ну, вот, в обратном хвате, она, кстати, достаточно неплохо ложится. Вот здесь вот идет такое скругление, и под палец прямо очень эргономично получается. Вот, увидите, что происходит. Второй вопрос, что в обратном хвате нож в лесу, ну, крайне редко используется. Если там только куда-то надо его воткнуть. Но, кстати, хорошо втыкается. Вот, кстати, смотрите, опять сейчас воткнул. И у меня рука немножко вот сюда вот вниз уехала. Здесь-то понятно, что у нас она дальше не уйдет, потому что есть такое подобие гарды. Но она ушла вниз, и я сразу же поцарапал руку себе вот об эти фаски не снятые. А вот об края отверстия под винты. Поэтому, ну, вот так насчет рукояти. Если говорить по поводу заполнения руки, она неплохо ее заполняет. То есть, действительно, при строгании, ну, сейчас мы построгаем, потестируем. Так, а что, давайте сразу же тестировать. Рукоять не наминает. То есть, она действительно в этом плане хороша. Она большая, она достаточно здорово заполняет ладонь. И давления на ладонь никакой нет. То есть, в этом плане все очень хорошо. Касаемо того, как нож врезается в деревяшку. Весьма посредственно. То есть, скажем так, как обычный туристический нож. То есть, он не сострагивает ее... Он ее не сострагивает сильно, но нормально. То есть, он не уходит глубоко. Вот, все, дальше уже он не идет. И его начинает уже немножко поднимать. Вот, вот сюда вот он уже проходит. Но это, опять же, особенность геометрии. То есть, вот он сначала зашел. И потом его уже по вот этому срезу вот сюда вот уводит этот квин. И он уже вот строгает в эту сторону. Попробуем силовой рез, наверное, сделать. Ну, вот то же самое. То есть, он сначала заходит, а потом уже идет вот сюда вот прямо. Все, дальше я провести уже не могу. Ну, все. То есть, вот, вот как-то так. Опять же, я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто это не бушкрафт. Еще раз. Это нож все-таки для туризма. Ну, вот, по крайней мере, что сейчас я испытываю во время вот этих тестов от него. Ножи для бушкрафта скандинавскими спусками ведут себя совершенно иначе. Ножи с линзой ведут себя совершенно иначе. Здесь поведение ножа схоже с поведением вогнутой линзы. Только вогнутую линзу вот в этом моменте начинает поднимать вверх, а его уводят просто уже прямо вдоль древесины. В остальном очень схоже. И его тоже зажимает так или иначе. Ну, вот, его зажимает, безусловно, намного меньше, чем вогнутую линзу. Намного. Но, тем не менее, деревяха не раскрывается. Опять же, это нормально для кленовидных спусков. Вот такая вот особенность. Имейте это в виду. Касаемо самого клинка, давайте чуть подробнее поговорим о нем. Сталь на клинке PGK. Прямо скажем, редкая сталь для нашего рынка. Что же это за зверь такой? Производят ее в Германии на заводе Lohmann Steel. Некоторые называют ее D2 на стероидах. Некоторые сравнивают ее с порошковой 3V. Состав старый вы сейчас увидите на своих экранах. Мы же, как следует, поработаем клинком и проверим удержание режущей кромки на сколы и замены. Классический туристический нож, наверное, не должен особо батонить. Но, раз уж этот нож создавался в содружестве с экспертами по бушкрафту, то давайте мы его, конечно же, нагрузим батонингом и посмотрим, как он себя поведет вот именно в этой ипостаси. Не будем батонить каких-то безумно больших чурок, потому что, ну, понятно, что нож все-таки не для этого. Но даже обычный турист вполне может заниматься вот подобным. И давайте посмотрим, что из этого выйдет. Первое впечатление... Не понял, давайте еще разок. То есть есть некоторые моменты, но, возможно, это из-за стучков. Слушайте, неплохо, вполне себе неплохо, на самом деле, для клиновидных спусков. Но есть особенность, когда ты его вбиваешь, он задирает рукоять вверх. Это не на каждом ноже, на самом деле, происходит. То есть, да, может показаться, что понятно, ты бьешь вот сюда, у тебя, естественно, задирает. На самом деле, это происходит не на каждом ноже так. Вот здесь просто я это почувствовал, здесь это выражено. Вот. Но... То есть идет вот такой вот момент. И, опять же, руке становится больно вот из-за этих вот... Навершений, из-за этого навершения, где не снята фаска. Но при этом, для клиновидных спусков он батонит действительно весьма неплохо. Давайте построгаем традиционно тоненькую стружечку. Посмотрим, как он будет справляться с этой задачей. О, а вот это действительно неплохо. Смотрите, важный момент. Я всегда говорю во всех наших видео, взяв в руки новый нож, к нему нужно привыкать к его геометрии. Даже если это у вас... Вы привыкли работать с скандинавскими спусками, и у вас снова скандинав в руках, все равно у каждого ножа своя геометрия, свой угол, нужно привыкнуть. Поэтому, просто имейте в виду, я этим ножом работаю первый раз, и у меня он действительно где-то уходит. Нужно просто привыкать. Но, тем не менее, неплохо весьма. Опять же, для клиновидных спусков. Здесь, видимо, в первую очередь играет еще угол заточки. И, слушайте, ну неплохо. Он может снимать весьма тонкую стружку. У меня где-то нож, конечно, впивается, где-то его уводит. Опять же, дело привычки. Но, учитывая то, что я работаю ножом первый раз, у меня получается, так или иначе, снимать действительно весьма тонкую стружечку. Для клиновидных спусков достойно. Так, ребят, ну следующее, с чем должен неплохо справляться лесной нож, по крайней мере, с замашкой на какой-то бушкрафт, это работа обуха. И здесь я не вижу, чтобы была снята фаска. Давайте проверим, как он это будет делать. Ну, делает достаточно достойно. То есть, здесь, как бы, особо придраться действительно не к чему. Он скоблит, скоблит. Может быть, не на 5 баллов, но... Для туристического ножа более чем вполне. Следующее, естественно, огниво. А вот это вот может быть интересно. Давайте попробуем. А он слабо и скруто высекает. Давайте, чтобы не быть голословным, покажу вам на контрасте. Саня, где Бобрятина? В рюкзаке? То же самое огниво. Искра есть, но она... Нет вот этого пучка искр. Я, тем не менее, попробую поджечь. Посмотрим, может быть, я действительно ошибаюсь и все получится. Получилось. Ну, давайте так. Для туристического ножа это хорошо. Опять же, давайте мы не будем все-таки его относить в категорию бушкрафта, потому что, ребят, ну это нож не для бушкрафта, это вот туристический нож. То, что я, по крайней мере, вижу в этом ножа, это нож для туризма. И, с учетом того, что это нож для туризма, он неплохо работает обухом, да, и скру он высекает. Да, не так классно, как это делают ножи, которые прямо заточены, заточены под бушкрафт, но, как вы видите, да, все получилось. Мы смогли, так или иначе, поджечь нашу щепу и в перспективе развести костер. У меня была еще одна идея по тесту, это проверить кончик ножа на всякие вот такие вот ковырятельные штуки, на сверление, на излом. Но, ребят, знаете, я не буду это делать, потому что я за него боюсь, я не хочу просто убивать нож. У него кончик, ну вот, вы видите, он достаточно такой деликатный, то есть это немощный толстый кончик. Поэтому мне просто очково, что я его сломаю, а я не хочу нож убивать. Можно какую-нибудь лайтовые какие-то вещи поделать. Вот как-то так. Тут все без проблем. Вот. Вандальные штуки я делать не буду. Вы знаете, я не очень люблю весь этот вандализм. Знаете, я еще хочу построгать им вот такую деревяху. Слушайте, ну, врезается хорошо. Вот. Ох ты. Ну, опять его вот здесь вот начинает вот так вот уводить. Вот прямо по резу вы можете увидеть, как это происходило. И руке мне все-таки, блин, некомфортно. Вот здесь вот его выламывает вот сюда достаточно сильно. Ну, строгает нормально. Вполне нормально. Едем дальше. Ребята, сейчас я буду делать вещи, которые ножом делать в принципе нельзя. Это очень плохо. Вот просто запомните это. Но так сложилось, что за свою карьеру на ютубе, за свою жизнь я часто встречал людей, которые не понимают все-таки, как правильно обращаться с ножом. В том числе и на ютубе люди снимают ролики, но, видимо, не совсем понимают, что так делать нельзя. И ножом ковыряют землю. Для меня это странно. Это плохо. Это плохо для ножа, потому что это очень сильно убивает режущую кромку. Но, так или иначе, такая категория людей есть. И если мы рассматриваем этот нож, как нож, которым будут пользоваться туристы, которые, возможно, как я уже говорил, не слишком глубоко погруженные в ножевую тематику и просто не понимают, что ножом этого делать нельзя, то теоретически этому ножу могут выпасть вот такие вот несуразные условия эксплуатации. И что с ним после этого станет, мы не узнаем, пока не попробуем. Поэтому давайте совсем немножко поколупаемся им в земле. Я не знаю, люди это делают, там, срезают дёрн, играют, когда выживальщиков, знаете, чтобы сделать там кровлю из дёрна. Либо там могут в ножички играть, в землю его втыкать. Я не знаю, это плохо, нельзя так делать. Ещё раз, не делайте так никогда. Но, тем не менее, посмотрим, как нож с этим справится. Не будем сейчас делать что-то дикое, просто вот немножечко вот так вот им землю порежем. Всё, больше я не хочу, мне жалко нож. Режущую кромку мы будем проверять чуть позже. Сейчас просто мы с ним вот это вот вандальные вещи поделали. Ещё раз, это очень плохо, не делайте так. Что ещё могут делать люди с ножом, которые не совсем понимают, для чего тот или иной нож предназначен. А в туризме вот именно это сплошь и рядом, это пометать нож в дерево. Как нет? Надо же кинуть-то ножичек пару раз. Почему это плохо, слушайте? Ну, потому что есть метательные ножи, которые сделаны, собственно, для этого. А все остальные ножи для этого не предназначены. Потому что, когда у вас нож летит, и он даже если в дерево втыкается, у него идёт вот такая вот нагрузка. Если это углеродистая сталь, да и не обязательно углеродистая, но особенно если углеродистая, то вот при такой нагрузке клинок может просто лопнуть. Либо он может как-то плашмя прилететь, лопнуть и так далее. Опять же, не делайте так, не делайте. Есть метательные ножи, вот их и кидайте. Но, тем не менее, давайте пару раз кинем, посмотрим, что будет. Я, кстати, не уверен, что воткну, потому что я ни разу его ещё не кидал. А к любому ножу нужно немножко пристреляться. Не переживайте, с ней ничего не будет. У неё толстая кора, нож входит совсем не глубоко, дерево он не поранит. Поэтому, гринписовцы, выдохните, всё нормально. Ну, ладно, хорош. Немножко поиздевались и хватит. Теперь сделаем ещё один тест, который покажет устойчивость режущей кромки. Порежем шину. От нашей шины уже, честно говоря, мало чего осталось, потому что мы на ней уже много ножей потестировали. Сразу же взял бумажку, чтобы порезать, проверить, как это всё будет. Ну, давайте посмотрим. Давайте, как он будет втыкаться. Вот опять мне эта херня, блин, давит. Мне руки опять больно. Ух ты! Ух ты! Блин, ребята, это прямо круто. Серьёзно. Охренеть. Вот прямо очень, очень круто он её прорезал. Я не ожидал. Вообще здорово. Мы много ножей уже на ней потестировали. И вот это, наверное, самый лучший рез по шине. Прямо бомба. Ну, с ножом ничего страшного не стало. После всех наших издевательств. Да без проблем. Молодец нож. Молодец пиджакей. Супер. По стали вообще никаких вопросов. Всё отлично отработало. Блин, как он шину режет, ребята. Это охренеть, серьёзно. Вот ни один нож так не резал. Очень круто. Пойдёмте к следующим тестам. Так, ребят, любой нож для туризма должен хорошо резать продукты. И кленовидные спуски, в первую очередь, конечно же, для этого и предназначены. Потому что, ну, приехал, надо покушать колбаска, сырик, бутербродик и так далее. Банки консервные мы открывать им не будем. В конце концов, нам хватило то, что мы порезали землю и порезали шарик. Эта нагрузка тоже немаленькая. Ну, а по продуктам давайте попробуем, как ножичек будет работать. Сегодня без дочечки, поэтому вот прямо так. Да просто великолепно. Вообще. Супер. Так, что нам нужно на бутерброды? Сырика до колбаски, правильно? Сейчас, если кто-то голодный смотрит, то простите, ребят. Ну, это же тесты, вы же понимаете. Попробуем тоненько. Ну, вот так вот. Слушайте, да не, без проблем. Вообще. Вообще никаких вопросов. Я понимаю, что с колбаской он справится гораздо лучше, чем с сыром и с хлебом, потому что хлеб свежий у него, корка жесткая еще, а сыр, ну, понятно, что он в сыре вязнет любой нож. Попробуем сделать тоненький рез. Слушайте, да тут вообще никаких вопросов. Все абсолютно здорово получается. Ну, тест по продуктам сдан, ну, если не на отлично, если мы отлично все-таки возьмем категорию кухонных ножей, а для леса это очень достойно, очень неплохо. Вообще не докопаешься. Ну, вот как-то так. В общем, подведя итог, хочу сказать, что если вы подумали, что этот нож для бушкрафта, то, ребята, нет. Философии бушкрафта здесь даже не пахнет. Но при этом это весьма хороший, достойный туристический нож. Действительно, нож хороший, наверное, с даже какими-то неплохими идеями при его создании. Но, знаете, у меня, попользовавшись им, возникла такая мысль, что как будто супримовцы слишком торопились с выпуском этой модели и где-то в мелочах его не допилили. Вот где-то фасочки не додумали, где-то вот утопили, допустим, вот эти вот торксы и так далее. То есть какие-то вот такие вот мелочи. Как будто есть какая-то незавершенность. Действительно, ощущение, что очень торопились с выпуском этой модели. Я, возможно, ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь. Но это вот именно те ощущения, которые возникли лично у меня. Например, у меня есть еще вот такой вот нож Штурм от тех же Супримов. И вот взяв в руки этот нож, вот здесь есть ощущение завершенности. Видно, что над ножом работали достаточно долго и более дотошно. Но о Штурме мы с вами поговорим в отдельном видео. Возвращаясь к Йети, могу ли я рекомендовать его? Да, конечно. Почему нет? В конце концов, вы видели, как он шину режет? Это же просто скальпель какой-то. Не, на самом деле, действительно, весьма неплохой нож. Но именно под туристические задачи. И знаете, что я подумал? Вам полюбились ножевые баттлы, которые мы периодически устраиваем. Когда берем два ножа, которые были созданы приблизительно для одних и тех же задач. И делаем ими одни и те же задачи. И смотрим, как какой нож покажет себя вот именно в этом поединке. И у меня есть кандидат, готовый бросить вызов вот этому Йети. А что это за нож? Вы узнаете чуть позже. На этом все. Всем пока и до встречи в Сети. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok